Всем привет! Сегодня я хочу вам показать комбинацию двух артикулов из нашего ассортимента, которые, на мой взгляд, смотрятся очень интересно. Я себе связала свитер, джемпер, фуфайку, я его называю, при сочетании этих двух позиций, и получилось очень классно. Будем мы смотреть комбинацию летнего артикула Cotton Linen. Это у нас пряжа произведена в Норвегии, бренд Infinity, в составе 53 хлопка, 33 вискозы, 14 лен, 50 грамм на 125 метров. Очень комфортный для вязания в одну нить метраж. И будем смотреть вот такие шишибрики люрексовые. Артикул называется Lucky Star. У нас здесь на 100 грамм 1100 метров. Достаточно экономичный расход. В составе 75% вискозы, 5% у нас идет акрила и 20% у нас полиамида. Покажу поближе вам нить. Смотрите, вот такая ниточка идет, и вот с такими люрексовыми узелочками, утолщениями. И в полотне все это смотрится вот так. Ничего я на лицевую сторону не вытаскивала. Узелочков достаточно, как с лицевой, так и с изнаночной стороны. По поводу жесткости полотна. Тактильно, если вот так вот трогать, кому-то может показаться, что полотно жесткое. Что оно будет чесаться. На самом деле, я ношу больше месяца уже этот свитерочек. Если мне не изменяет память, да, по-моему, ну месяц точно. Настолько комфортно. У меня там еще узкий рукав. То есть, как бы вот здесь он садится в обтяжечку. И ничего нигде не чешется. Я даже не вспоминаю, что у меня здесь где-то люрекс. И он может чесаться. Вот. Вот так здорово это смотрится. Связала я на спицах 4,5 свой джемпер. Очень быстро вяжется, так как колибор спиц не маленький, да. Если брать вот эту нить просто одну саму по себе, то комфортнее, конечно, спицы 3,5, но максимум 4. Как только мы добавляем нить люрексовых шишибриков, узелкового люрекса, все, сразу у нас плотно становится плотнее, более стабильное. Потому что у нас здесь в составе вискоза она немножко, ну, плывет, да. Кто работал с вискозой, понимает, о чем я говорю. Вот. Поэтому люрекс даже преимущественно здесь еще играет роль не только украшения, да, но и стабилизатора. Вот. Сочетания могут быть абсолютно разными, контрастными. Сейчас я вам покажу такие, ну, базовые сочетания, такие, к которым все привыкли, но никто не ограничивает вашу фантазию. Я всегда об этом говорю. Вы сами творите свои шедевры, свои изделия, вы сами авторы и художники. Так, как вы себе там придумали, нарисовали, так и вяжите. Никто вам не запрещает. Вот я сейчас случайно просто положила на синий моток вот этот лаймовый люрекс. Посмотрите, какая красота получается, какой контраст. Очень здорово смотрится. Хотя я об этом даже, честно говоря, и не думала. Вот. Будет очень яркий, контрастный. И фактурный свитер. Очень будет здорово смотреться. Все-таки база останется синяя, но вот этот вот лаймовый оттенок его разбавит и придаст ему такой более летний, более летнее настроение, так скажем, задаст. Вот. На самом деле оттеночек такой темноватый для лета, да. Но я еще раз говорю, вот, пожалуйста, можно вот так вот разбавить. И покажу сразу, можно вот так разбавить вот такой. У нас еще люрекс есть в кремке, очень тонкий, мягкий. Он совершенно не будет чувствоваться. Будет очень красиво играть в сочетании вот с этим синим цветом. Ну, давайте вернемся к комбинациям базовых цветов, да. Начнем, давайте, вот с желтого. Красивый желтый цвет. И есть у нас вот такой красивый желтый. 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 Желтый цвет шишибриков с такими вот неоновыми люрексовыми узелочками, вот. Желтый сейчас пользуется очень активно спросом. Девчонки покупают и деткам, и себе, может быть, потому что хочется чего-то поярче, да. Желтый у нас ассоциация всегда идет с солнышком, с подсолнухом, с мать-мачехой, да, с цветами с какими-то. Поэтому ассоциация, конечно, напрямую с летом. Поэтому и хочется, наверное, каких-то таких вот ярких оттенков. Этот оттенок желтого в Cotton Linen такой спокойный, невызывающий, такой равновешенный. И вот можно его заяречить немножечко вот этим вот красивым желтым люрексом узелковым, да. Можно, конечно же, его смешать с неоновыми вот этими лаймовыми шишибриками. Тоже будет здорово смотреться. Так, дальше пошли. Вот этот цвет, как у меня. Вот смотрите, в основе у нас идет нить вот такая нюдовая Cotton Linen и вот такие бронзовые шишибрики. Посмотрите, какое полотно получается, да. Такой прям меланж хороший, яркий. Так, дальше. Если вы любите базовые спокойные оттенки, не любите активных цветов, вот, пожалуйста. Можно взять вот этот вот цвет шпаклевки, называется перламутровый беш, и к нему добавить спокойно вот такие абсолютно нейтральные с золотыми узелочками люрексовыми шишибрики. Вот смотрите, как будет замечательно все. Оно растворится, все смешается и будет только вот видно вот эти вот сами узелочки. Можно вот такой добавить более теплый оттенок. Этот у нас более холодный, вот он более теплый оттенок. Абсолютно одинаковый люрекс, ничем не отличается, только основная нить получается у нас более теплого оттенка. Вот, положу их вместе. Вот видно, да, вот этот похолоднее, этот потеплее у нас. Вот, но я убеждена, что при сочетании, да, возьмите любой из этих, разницы существенно не будет в полотне, потому что все-таки основной цвет у нас дает, задает тон нашему изделию именно коттон линен. Так, поярче чуть-чуть есть бежевый. Вот их видно, да? Такой, этот более размытый такой, разбеленный, вот поярче бежевый. К нему точно так же можно взять вот этот холодный люрекс, и можно. Теплый люрекс, абсолютно одинаковые шишибрики золотые. Еще раз повторюсь, смотрите, даже вам вот так сейчас покажу поближе. Так, вот, вот смотрите, абсолютно. Поэтому не имеет значения, какое вы выберете. Я думаю, что разницу можно увидеть только вот при очном рассмотрении. Вот я тут смотрю, да, я вижу еле уловимую разницу, но, в общем, да, как таковой разницы нет. Смотрите. Так, дальше идем. Вот такой красивый у нас ягодный есть оттенок. И к нему очень здорово подходит вот этот узелковый люрекс. Обратите внимание именно на узелочке в этом люрексе, да, посмотрите, они разноцветные. Здесь есть и голубой, и золотистый оттенок. Посмотрите, как смешано. Основа такая вот ягодная, красного, а люрекс такой интересный. И вот как раз вот в этом полотне это будет смотреться, да, в основу, если мы берем красный, очень интересно. Посмотрите. Здорово будет. Это прям вот, если хочется, что-то посочнее, поярче. Так, дальше идем. Так, вот такой красивый цвет у нас есть. А серо-голубой, я бы сказала. Так, по-моему, он у нас называется... Какой-то лед, не помню, честно говоря. Так, 6531 артикул. Очень красивый оттенок. Конечно же, он прекрасно будет сочетаться вот с этими шишибриками золотистыми. Вот этот цвет вообще на самом деле очень универсальный. Он сочетается практически со всеми цветами. Посмотрите. Золото вообще у нас благородно смотрится на фоне любого цвета, поэтому смело можно брать именно вот эти вот шишибрики золотистые, да, неважно, теплого оттенка или холодного, там, разберемся, смотря какому цвету. Сейчас я подложила именно холодный оттенок, потому что все-таки у нас серо-голубой более холодный оттенок. И будет здорово смотреться. Так, дальше идем. Сразу покажу. Вот с этим синим цветом тоже будет классно смотреться именно вот золотые вот эти шишибрики. Очень здорово будет смотреться. Так вот положу, покажу сейчас вам. Вот смотрите. Да, будет контрастно, будет ярко. Меланж будет такой активный, но будет здорово смотреться. К этому же синему, если хочется все-таки остаться в синем оттенке, да, более выдержанном, можно вот такие вот шишибрики подобрать на черной основе, золотистые. Сами по себе очень они красивые. Посмотрите, какой красивый оттенок у них. Черный золотом всегда дорого смотрится, богато. Вот можно, пожалуйста, тут вот к этим вот синим вот подмешать вот этот вот золотистый люрекс, да, на черной основе. Тоже будет классно смотреться, дорого, богато. Так, дальше идем. Так, у нас идет вот такой пудровый. Но он такой, знаете, такой сухой вересковый цвет. Если сравнивать вот с этим, да, это такой нежный розовый, все-таки более пудровый оттенок. А этот сухой вересковый цвет. Вот к нему тоже спокойно можно подобрать вот эти вот золотистые шишибрики. Смотрите, как здорово смотрится. Базовый такой получится. Изделие у вас можно связать не только джемпер, можно себе связать какую-нибудь кофточку, да, пуловер какой-нибудь на пуговичках, можно с коротким рукавом связать, можно вообще замахнуться на платье. Девчонки, очень классное будет красивое платье у вас. Причем оно не будет просвечивать. Не стесняйтесь там, да, не бойтесь, что у вас получится рыхлое полотно на спицах. Нет, шишибрики стабилизируют как раз петельки, и все у вас получится как надо. Так, дальше давайте, раз уж затронули пудровый, вернемся к пудровому. Да, далеко ходить не будем. Опять возьмем эти же шишибрики. Посмотрите, как здорово. Нежная получается комбинация такой. Дуэт очень нежный. Золото с пудрой. Очень благородно смотрится. Красиво. Так, дальше идем. Давайте возьмем вот такой серый. Конечно же, опять возвращаемся к этим шишибрикам золотым. Смотрите, здорово. Но на самом деле, абсолютно к любому цвету подходят эти золотые шишибрики. Если хочется что-то более интересного подъярчить, можно спокойненько связать с желтым. Серый с желтым, все мы знаем, очень красиво сочетается. Посмотрите, как здорово будет. Либо лайм его взять. Более летнее настроение изделию зададим, да? Смотрите, как интересно, экстравагантно получится. Ну и, конечно, если хочется прям сильного контраста, то можно взять вот такой вот черный золотом. Меланж получится красивый. Вот. Так, дальше давайте пойдем по оттенкам серого. У нас их три. Возьмем такой средний оттенок. Это был, сейчас я вам показывала светлый. Возьмем средний оттенок. Смотрите, запросто можно с красным сочетать. Вообще запросто. Очень здорово получится. Ярко. Потом можно, конечно же, взять черный. Да? Это самое такое простое, элементарное. С чем можно смешать. Конечно же, и желтый. Здесь будет более яркая вариация у нас уже. Ну и возвращаемся опять к этим золотым шишебрикам. Ну и самый темный. Безусловно, к нему тоже идут золотые шишебрики на бежевой основе. Будет контраст. Но ближе здесь, конечно, будут черные по цвету, потому что они все-таки основная более темная, более такая графитовая. И вот эти золотые шишебрики на этом темном фоне будут очень дорого смотреться. Богато очень. Посмотрите, как здорово. Прям классно. Интересно будет. Конечно же, можно сюда. Если хотите, поярче. Желтый можно. И лаймовый можно. Классно получится, активно. Так, дальше. Какой у нас еще есть цвет. Посмотрите, зеленый какой красивый. Цвет мха. Очень здорово смотрится. У меня уже Майя вязала. Посмотрите, как благородно смотрится зеленый с золотыми шишебриками. Вот с этими степлыми. Полотно я вам прикреплю. Очень красивое получается. Можно, конечно же, сюда и лайм. Можно и желтый сюда. Будет прям ярко, активно. И можно черный, если хочется еще затемнить. При этом золотые шишебрики у нас будет видно хорошо. Такой получится. Ну, уже, я бы сказала, не летний такой, да, демисезонний. По цветам, по сочетанию цветов вариант. И у нас еще остался вот такой цвет капучино. Возвращаемся опять к нашим золотым шишебрикам, которые будут очень хорошо подходить по тону к этому цвету капучино. Смотрите, классические бежево-золотые оттенки. Но, честно скажу, мне больше нравятся контрастные оттенки. Что-то типа вот такого, да? Ну, это у каждого видение свое, у каждого взгляд свой. Вот такое что-то. Либо вот на самом деле с желтым очень красиво будет играть. Смотрите, как весело получается. Я тут еще одно сочетание наковыряла. Смотрите, шишебрики вот эти, ментоловые. И вот такой светло-полынный cotton linen. Он как раз более зеленый оттенок придаст cotton linen оттенок шишебриков, да, вот этот ментоловый. И будет очень интересный такой оттенки зеленого. И такое очень интересное сочетание, на мой взгляд, получится, если взять вот этот cotton linen цвета шпатлевки и добавить к нему вот эти вот черные шишебрики. Вот, получится такой яркий, контрастный джемперочек. Посмотрите, какой контраст получается интересный. А вообще, вот этот вот белый, не белый, цвет шпатлевки, да, так скажем, оттенок бежевого, перламутровый беж, мне кажется, можно взять в основу и к лаймовым люрексам, и к желтым, к желтому люрексу. Ну, конечно же, к этим. И даже вот к этому люрексу, мне тоже, кажется, можно взять. Получится такой очень яркий, контрастный, веселенький такой джемперочек. Вот. Ну, и давайте поближе просто посмотрим с вами оттенки узелкового люрекса. Оттикул Лакистар. Напомню еще раз состав. 75% бискозы, 5% акрила и 20% полиамиды. На 100 грамм 1100 метров у нас, ну, на джемперочек где-то грамм 130 нужно. Вот такая вот ниточка. Переплетена она с люрексом. И вот такие узелочки. Разных цветов, да, в зависимости от цвета основы. Давайте посмотрим поближе к Коттун Минен цвета. Сейчас разберу тут. Интересные. Сложные такие. Есть цвета, да. Вот этот, например, не сказать, что он чистый, да. Здесь у нас смешано голубой, какой-то такой серый цвет. И из-за того, что у нас ниточки разных составов переплетены вискоза, хлопок и лен, вот такая получается неоднородная, неодноцветная фактура. Здесь более матовая фактура. Новый цвет очень интересный, да, такой не синий, и не черный, и не графитовый какой-то такой смешанный чернильный цвет. Это у нас серый цвет. Немножечко как-то желтит. На самом деле он похолоднее. Вот тоже серый, смотрите, какой интересный, непростой цвет. Это у нас самый-самый темно-серый. Очень красивый желтый. Светится как солнышко такое. Внутреннее какое-то свечение у него из-за вискозы. В этом цвете мой свитер связан. Нежно-розовый матовый цвет. Это у нас, по-моему, голубой лед цвет называется. Тоже такой интересный. Вот такой полынный. Цвет капучино бежевый такой. Оттенки бежевого смешаны. Светлого бежевого, да, такой перламутрового, вот она вискоза. И потемнее цвета какао, такой с молоком. Перламутровый беж опять. А, нет, вот это у нас цвет. Вот так вот их вместе сделаю, покажу вам, чтобы видно было. Вот это у нас перламутровый беж 10-15. А это у нас натуральный бежевый цвет льняной, который 23-31. Вересковый такой светлый, сухой. И пудровый, розовый. Красивый, очень нежный цвет. Давайте подведем итог всему вышесказанному и показанному. Пряжа Cotton Lean. Берем ее на любые летние демисезонные проекты. Футболки, майки, кроп-топы, свитера. Летние свитера преимущественно. Платье, конечно же. Сарафаны. Спокойно берем детям. Она тактильно очень приятная. Люрекс узелковый берем для того, чтобы украсить вашу простую пряжу. Вот такой эффект получится у нас при смешении двух ниточек. Для того, чтобы придать стабилизацию какую-то вашему полотну. Если пряжа у вас немного гуляет, так скажем, люрекс не даст ей расползтись, растечься и утечь вниз, убежать вниз. Он его полотно ваше стабилизирует. Немножечко прибавит плотности, если ниточка у вас тоненькая. Хороший он будет в сочетании с кидмахером. Неважно, на шелке или на полиамиде. Любой кидмахер. То же самое касается альпаки. Чем пушистее пряжа, тем менее заметна будет основная нить. Но шашибрики при этом, вот эти узелочки люрексовые, их видно будет в любом случае. Конечно же, преимущественно пряжу лучше выбирать потоньше, но при метраже на 100 грамм 250 метров отлично. видно узелковый люрекс. Абсолютно прекрасно. И с лицевой, и с изнаночной стороны. Все вопросы жду в комментариях, либо в личных сообщениях. Для заказа на сайте этот артикул называется Lucky Star. Либо заходите, у нас там есть прям отдельная папочка, называется узелковый люрекс, там вы найдете. Этот артикул называется Cotton Leaning. Вот, пожалуйста, вот так вот прям пишите в поисковой строке, выходит. Либо заходим в раздел пряжа в матках, в раздел Infinity, и находим там Cotton Leaning. Будут какие-то сложности с поиском, либо нужна помощь моя по подсчету расхода, либо консультация по пряже. Пишите, не стесняйтесь, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Все.